Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья. Московское время 14 часов 3 минуты и 44 секунды. Здесь телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Роман Шахов. Программа «Лучшее в стране». И сегодня у нас в гостях писатель, психолог, радиоведущий и просто красавица Анетта Орлова. Привет. Привет. Итак, Анетта, дорогая, расскажи, как ты поживаешь? Ты знаешь, на самом деле, как можно поживать, когда приходишь в гости на такую радиостранцию, встречаешься с таким оптимистичным, веселым, умным человеком, красивым мужчиной, и у меня прекрасное настроение. Правильный ответ. Только у нас еще телеканал, ты же помнишь? Да, телеканал. Нас сейчас с тобой и слушают, и смотрят. Да, даже смотрят, да. Тем более. Скажи, пожалуйста, каждый ли день ты, будучи психологом, так позитивно смотришь на свой день? А ты знаешь, вот интересный момент, ты как-то в точку попал. Знаешь, как я сейчас сюда доехала? У меня сегодня была важная встреча с утра в 10.30, это рядом с Сетунью, то есть это достаточно далеко отсюда. Я подъехала, припарковала машину по правилам, вот, встреча прошла замечательно, мы с подругой после этого еще решили посидеть в кафе, и так как я люблю, чтобы все было заранее, я прекрасно поняла, что я должна выехать так, чтобы приехать к тебе сюда пораньше, спокойно, с расстановкой. В общем-то, выхожу я за полтора часа к своей машиночке, и тут вижу, что моя машина, выезд перекрыт, перекрыт двумя машинами, но я начинаю пробовать дозвониться. Телефон указали, да? Конечно, но как интересно, та машина, которая самая основная, перекрывает, телефон указан, все стоит на аварийке, то есть, но телефон указан без одной цифры. Я начинаю набирать и понимаю, что мне некуда позвонить. Я нежно простояла там минут 15, погуляла вокруг машины, значит, второй водитель прибежал, чтобы переппарковаться, но он тоже не может, потому что, в общем-то, ключевая машина, вот самая такая, она стоит там. Мы так посмотрели, я говорю, ну что вы мерзнете в костюмчике, вы уже идите, потому что понятно, что вы мне не поможете. У меня был выбор расстроиться, у меня был выбор разозлиться, у меня был выбор вызвать такси, и я решила, что, наверное, это к лучшему, наверное, если бы я сейчас поехала бы сама, мало ли что могло бы быть, приехал, ну, просто замечательный водитель, который вместо того, чтобы водить такси, должен был, по всей видимости, читать лекции в институте, и он провел до того, как я до вас доехала, целую терапевтическую лекцию для меня, чтобы я не расстраивалась. Подожди, то есть ты поехала на такси в результате? Да, моя машина там припаркована, после тебя у меня еще встречи, и за машиной, ну, наверное, муж мой поедет часов в 9 вечера. Какие лучи ты отправляешь тому владельцу автомобиля, который не оставил целого номера телефона? Ты знаешь, вот на тот момент, когда я там стояла, лучи были не очень приятные, это было недолго, я поняла, что, в принципе, наверное, если я буду еще больше нервничать, то я буду, во-первых, много ему отдавать энергии, во-вторых, он не только нарушит мои границы с точки зрения финансов, потому что мне нужно будет платить за такси, но он еще и нарушит мое настроение, что является для меня большей ценностью, потому что я иду в гости, у меня хорошая встреча, у меня есть некий план, и я точно не готова из-за этого человека нарушить свое настроение. Я подумала, ну и бог с ним, кто-то говорит, ну давай вызывай эвакуацию, я говорю, ну и что, я ему жизнь испорчу, еще себе испорчу. Я думаю, ладно, может быть, когда-нибудь в жизни мне это зачтется, и когда я им что-нибудь сделаю не так где-нибудь, может, там тоже будет человек, у которого будет такой прекрасный эфир на стороне ФМ, и он подумает, что нет, я еду к Шахову, портить настроение не буду. Дорогие друзья, мы, конечно, сейчас понимаем, что этот водитель пьет много воды, почему-то у него чешутся уши, но все бывает в жизни, пожалуйста, оставляйте полные номера своего телефона, если понимаете, что чьи-то автомобили вы закрываете на парковке. Это очень важно. Скажи, сразу ли ты вот, или как быстро ты научилась так относиться к тому, что происходит в жизни? Это, конечно, работа. Это профессия выручила. Это профессия, конечно. Я прекрасно понимаю, что самое ценное, что есть у нас, это наше состояние эмоциональное. Почему? Мы живем в пространстве, где постоянный стресс. Сегодня кто добивается успеха? Вот я много веду тренинги, связанные с развитием, с успешностью, с самооценкой и так далее. И я прекрасно понимаю, что в этой жизни добивается успеха не тот человек, который, знаешь, постоянно со всеми воюет. А тот человек, который может спокойно негативные какие-то моменты внешней следы, то есть то, что происходит негативное, каким-то образом преодолеть, мало всего прочего, преобразовать во что-то хорошее. То есть вот эта способность преобразовывать внешнюю среду с минимальным ущербом даже в трудных ситуациях, вот это и есть одна из таких черт, которые приводят человека к успеху. Я просто не готова на него, на этого человека тратить свою жизненную энергию. Это мой выбор личный. Скажи, ну понятно, тренинг это большая программа, это много времени, но может быть какой-то совет дашь, с чего начать, чтобы вот идти по этому пути просветления, чтобы работать над собой? Это наш личный выбор. Я понимаю прекрасно, я анализирую. Этот человек нарушил мой график. Очевидно, это с его стороны акт агрессии. Это уже случилось. Это уже случилось. Он не очень хороший, он бяка, это точно, потому что он перекрыл прямо откровенно, то есть там нельзя было додумать, что вот в общем-то как-то вот выйдешь, там невозможно. Ну откровенное хамство. Откровенное хамство, да, будем так называть. При этом он не оставил свой номер телефона, естественно, что он вроде как и оставил, а вроде не оставил. То есть получается не придраться. А мы о нем думаем не очень хорошо, но так как он уже нарушил то, что есть, а я исправить не могу, то я должна понять, что система, то есть мир, ну в данный момент мне подкинул такой сюрприз. Если я сейчас начну фиксироваться и считать, что это есть центральное событие дня, то у меня начнет все идти по накатанной. Я начну гневаться, у меня моментально будет зажим во всем теле. Будешь ведома обстоятельствами. Я буду ведома, я реактивна, верно. Мало всего прочего, если я начну гневаться, то у меня будут и процессы психически ухудшаться. То есть я, например, приеду к тебе, естественно, я буду уже нервничать по каждому поводу. И пока я зайду в студию, скорее всего, мой мозг будет в таком напряжении, что я начну забывать слова, забывать тему и так далее. Я просто не готова тратить. Это мой выбор. Спасибо тебе, что ты умеешь вот так работать над собой. Мы, друзья, берем на вооружение. Очень скоро с Анетой продолжим общаться. Ну а сейчас красивая песня, которая украсит эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». Да, красивая украсит. Лучшее в стране. Дорогие друзья, кандидат социологических наук и психолог Анетта Орлова сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Ну вообще, конечно, психолог – это для нас что-то вот человек откуда-то, знаешь, свыше. Расскажи немножко о своей работе. Ты же такая закрытая сфера. Ну, мне кажется, что вообще очень много стереотипов связано с этой профессией, потому что, наверное, каждый человек очень по-разному относится к этому слову психолог. Много очень и того, что на самом деле дискредитирует профессию, потому что… Но это в любой профессии есть люди, которые профессию… К сожалению, да. К сожалению, да. И… Но я хочу сказать, что, наверное, психолог – это такая… Психолог, психотерапевт – это такая профессия, где человек… Во-первых, эту профессию невозможно отделить от образа жизни. То есть не может быть по-настоящему человек хороший психолог, который в жизни ведёт себя как-то, в общем-то, совершенно по-другому. Потому что, ну, это базовые черты характера. Но не может быть психолог хорошим, если он, например, не склонен к сочувствию. Не может быть психолог хорошим, если он категоричен и точно считает, что он всё знает про всех. Это грубая ошибка, очень грубая ошибка, потому что по-настоящему психолог – это человек, который точно знает, что человек… Даже самые сложные ситуации жизненные, даже самые неблаговидные поступки жизненные, даже самые большие ошибки люди делают не потому, что они плохие точно, а потому, что они столкнулись в жизни с такими обстоятельствами, которые в них вот это всё вырастили. И психолог – это тот, кто поможет, во-первых, найти это место, во-вторых, поможет преодолеть, поверить в себя, и чтобы человек смог потом жить без психолога. Хороший психолог – это тот, про которого забывают. То есть это человек, который искренне интересуется людьми? Ключевая, да, компетенция. Подлинный интерес к другому человеку. Вот это очень важно. Ну, а вот что значит прийти на приём к психологу? Как это происходит? Вот чуть-чуть приоткрой. Ну, сначала мне кажется, что… Ну, у тебя вот так как-то. Да, мне кажется, что сейчас люди имеют возможность познакомиться с чем-то человеком, к которому они хотят прийти, потому что огромное количество информации в интернете, и человек всё-таки приходит, он уже посмотрел ролики, он по речи, по тому, как человек говорит, может понять, есть ли какие-то точки совместности. Всё-таки этот человек отзывается… Твой психолог или… Да, психолог может быть очень хорошим, он может быть очень профессиональным, но при этом, ну, не возникает вот этого события в приёме, когда два человека могут к чему-то прийти. Ну, не возникает, не будет того эффекта. Вот, скорее всего, всё-таки люди знают уже, вот, в основном, приходя ко мне, они приблизительно понимают. Вот, дальше это… Иногда это просто одна встреча, когда просто человек должен поделиться чем-то, ему важно что-то спросить. Иногда это глобальная проблема, и это такой большой путь, он непростой. Он непростой, потому что разговор с психологом – это трудный разговор для человека. И очень часто человек не знает, как и о чём он хочет поговорить. Он видит, что ему тяжко, он видит, что он не справляется, например, постоянно попадает в зависимые отношения, не может найти себя, обладает всеми способностями, но при этом его не ценят окружающие или не может выйти из любовных треугольников. Он приходит к кому-то для того, чтобы там встретиться со своей собственной силой. Вот это, наверное, самое главное – найти в себе силу. Себя лучше узнать, может быть, какое-то зеркало, что ли, получается? Ну, во-первых, один из вариантов зеркала – это точно тоже, но хороший психолог – это не тот, который говорит, когда человек к нему приходит, он говорит, чем я могу вам помочь. Вот нет, это не та психология, потому что если ты говоришь, я тебе могу помочь, это значит, что ты сильнее, чем тот, кто к тебе пришел. Настоящий психолог, в моем понимании, должен сделать так, чтобы человек почувствовал себя сильным и независимым. Вот если ты способен внутри приема дать человеку это ощущение, чтобы он со своей собственной силой встретился, чтобы он вернул себе те способности, от которых он когда-то отказался, потому что у него были трудные жизненные события. Вот когда человек от тебя уходит, и он в силе не внутри приема, не в этот час, когда он с тобой, а вот там, далеко от тебя, вот это вот, наверное, то, к чему надо стремиться. А заряд энергии такой получается? Не просто заряд энергии, а вот именно, чтобы человек, например, мы живем, живем. Ну, стать катализатором для открытия его энергии. Да, и открытия его энергии, или возврату той, которая была утрачена, в силу, например, сложных событий. Я не думаю, что тебе рассказывают только хорошее, только позитивное. Как тебе вот с этим потом... Пришло к тебе за день там, ну, несколько человек, да, и каждый рассказал такую сложную историю жизни. Как ты потом в своей жизни с этим знанием, вот, как это вот поставить барьер, где этот внутри? Да, ну, я работаю ограниченное количество человек в день, потому что, ну, я знаю тот предел, который... Ну, специфическая работа, конечно. Да, иначе это будет профессиональное выгорание. Три человека, ну, максимум, это может быть четыре человека. Вот. Люди приходят, но действительно, к психологу приходят люди с трудностями, с сложностями. Но я хочу сказать, что на самом деле это обычно очень сильные люди. Часто это перфекционисты, часто люди с системным мышлением. Это люди, которые способны анализировать. Они не ждут, пока магнитная буря произойдёт, или кто-то изменится, не стремится найти момент, когда жизнь ему что-то подарит, и точно не бегает по экстрасенсам. Он точно знает, что у него есть рычаг на воздействие. А не надо ходить к экстрасенсам, да? Ну, почему не надо? Я считаю, что иногда надо. Я вот, как я мыслю, если для человека он столкнулся с жизнью с такой ситуацией, когда он не может рационально найти ответ себе на вопрос. Именно рационально, да? Рационально. Он не знает, что с этим делать. Он понимает, что, вернее, что с этим сделать ничего нельзя, но правда его уничтожает. Вот тогда люди начинают ходить к экстрасенсам. Не по каждому поводу бегать. Вот тут как повезёт. Если попадёт к человеку, который... На самом деле, очень многие экстрасенсы имеют психологическое образование, и часто мне задают вопрос. Ну вот видишь ли, ты вот как психолог работаешь, у нас с тобой одинаковый диплом. Только ты работаешь как психолог, а я работаю как экстрасенс. Только мой приём стоит там в 20 раз больше, чем твой. То есть... Но если ты попадаешь к такому экстрасенсу, у которого есть психологическое образование, и он тебя поддерживает в этот период и говорит, даже не важно, что он говорит, говорит, всё будет хорошо. Вот я вижу, у тебя там через 3 месяца всё будет хорошо. В этом случае всё равно это положительное влияние. Поэтому я говорю, если экстрасенс говорит о том, что всё будет хорошо, бог с ним, пусть он будет. Но часто для того, чтобы получить доступ к кошельку человека, экстрасенсы начинают очень сильно пугать. Ворону на плечо посадят. А там вообще очень интересная история. И такие люди ко мне попадают после, которых нужно реабилитировать. Они сначала приходят в какое-то место, где обязательно всё в тёмных тонах, обязательно вот эта ритуальная история, такая свечи... Правильные декорации. Правильные декорации. Дальше обязательно сидит человек, который должен записать их в дневник посещений. Ну, на минуточку он спрашивает паспорт в момент, когда тебя записывает. Или фамилию, имя и отчество. Ну, дальше ты сидишь и ждёшь где-то приблизительно 30-40 час. За это время тот человек, который взял у тебя все данные, очень быстро проверяет по соцсетям, по всем твоим информациям, хотя бы какие-то факты о тебе. Ну, и фотографии же тоже есть, всё. В результате о тебе есть некая информация. Когда ты приходишь к экстрасенсу, он уже обладает данными, и он что-то тебе говорит. Так вот, эффект Барнома, есть такой эффект, он заключается в том, что если мы сейчас с тобой скажем, что мы с тобой сидим на стороне ИФМ, «Я психолог, ты радиоведущий», вот, и сегодня к нам придёт клоун, то, скорее всего, в то, что придёт клоун, нам поверят. Потому что мы говорим правду частично, что мы на стороне ИФМ, что ты радиоведущий, а я психолог. И ту информацию, которую ещё я скажу, она будет воспринята без фильтра. То есть получая вот те данные, которые им набирают вот эти сотрудники, «А ты вот замужем, у тебя двое детей, у тебя в таком-то, ну, какие-то факты», дальше выдают информацию, которую человек начинает уже додумывать, и он в неё верит. Она без фильтров проходит. Ему говорят, у вас страшно, у вас утечка жизни, в таком-то году будет такая беда, в таком-то году такая беда. Но мы поправим. Вот если тебе это говорят, нужно точно знать, что это просто доступ к твоему кошельку. Поворачивайся и беги. Дорогие друзья, лучше и дешевле сходить к психологу. Правильно? Или к подруге, в конце концов, или никуда не ходить, или в спортзал, но уж точно не к экстрасенсам, которые тебе пропишут негативный сценарий, которого ты потом будешь бояться и тратить на этот страх огромную энергию. А если мы чего-то боимся, то мы прогнозируем, и у нас... Притягиваем. Мы притягиваем, потому что мысль — это электрическая волна. Ощущение телесное — магнитная волна. Когда мы начинаем думать о негативе и ещё бояться телесно, мы начинаем его притягивать. Думайте о хорошем. Ну, с утра надо себя настраивать, получается, да? То есть вот проснулся и думаешь о чём-то хорошем. Сейчас тучи разлетятся, сейчас маршрутка подойдёт вовремя, пробок не будет и... А у меня даже есть лайфхак на эту тему. Какой? Я выхожу из дома, такая уставшая, что-то грустное с утра. Думаю, а у меня очень такой сложный день. Я думаю, что же делать, что же делать? Встала такая, думаю, нет, надо бороться. Есть такое понятие — инверсионная паранойя. Делаешь всё наоборот. Положительное. Встаю, подъезжает лифт. Ну, я такая... Там мужчина. Открывается дверь, там мужчина. Я забегаю в лифт с улыбкой, говорю, «Господи, как здорово, что вы здесь!» Он сначала растерялся, смотрит на меня, не может понять. Я говорю, вы понимаете, каждый раз, когда я вас встречаю, у меня бывает хорошая неделя. Ну, он немножко замялся. В общем-то, мы проехали в этом маленьком лифте. Я говорю, «До свидания». Он говорит, «До свидания». Ну, вроде как оживился. Ну, разошлись. Проходит где-то, может, месяца полтора. Я выхожу. У меня опять что-то в тот момент не очень настроение. Но что-то сил-то у меня нету на эту инверсионную паранойю. Открывается лифт. Я в него, значит, залезаю. А там мужчина, «О, вы знаете, а та неделя-то была у меня такая счастливая». Я говорю, «Вот видишь, когда-то там полтора-два месяца настроил человека, а через два месяца к тебе это пришло». Да здравствует инверсионная паранойя. Друзья, сделаем небольшую паузу, после которой вернемся к разговорам. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Друзья, в гостях у «Страны-ФМ» психолог Анетта Орлова. Мы говорим о людях, о жизни. Мы говорим о том, как себя комфортнее в этой жизни чувствовать. Конечно, кажется, что люди, которые уверены в себе, может быть, даже самоуверенные, они чуть большего достигают в жизни. Как ты считаешь, это обоснованно? Да, ты знаешь, я считаю, что это очень обоснованно, потому что что такое уверенность в себе? Что такое самооценка? Самооценка — это то, как мы сами к себе относимся. И я очень часто сталкиваюсь с тем, что, ну, например, совещание. Вот простой пример. Совещание, и несколько человек сидят. Кто будет первым говорить на совещании? Будет говорить тот человек, который достаточно уверен и легко преодолевает вот этот вот страх, стеснение при посторонних людях говорить на большую аудиторию. Скорее всего, он будет первый презентовать свой проект. Соответственно, как раз первый ресурс, 10 минут первое совещание являются самыми значимыми. Он получает главный ресурс — это внимание других людей. Получить внимание других людей — это ресурс, и это обычно делают люди уверенные в себе. Далее. Рядом будут обязательно сидеть те, кто на самом деле, возможно, обладают большей экспертизой. Вот я постоянно преподаю, я в компаниях крупных веду эти тренинги. Я сталкиваюсь с тем, я учу руководителей, топ-менеджеров, что на совещаниях давайте слово, инициируйте, помогайте, поощряйте тех, кто молчит. Потому что обычно это люди, которые великолепно владеют экспертизой, они глубже знают процесс, но они не могут его так вкусно подать. И получается, что человек с высокой экспертизой всё время остаётся только где-то так под конец, когда уже нет ни внимания, ни настроения, и мимоходом. В результате ему обидно, больно. Но он говорит про то, что тот, кто первым высказался, тот выскочка. Конечно. Потому что так работают наши защитные механизмы. То, чего мы боимся, мы пытаемся это обесценить. И получается, что это в работе. То же самое в личной жизни. Например, женщина красивая, толковая, умная, прекрасная, но у неё низкая самооценка. Что она будет делать? Она будет бояться, бояться знакомиться. Она будет бояться, что она не понравится. В результате ей будет страшно посмотреть на мужчину, ей будет страшно подать знак, что он ей понравился. А если она красивая, этого мужчина будет робеть, к ней подойти, этого замкнутый круга. Именно. Правильно. Мужчина будет думать, ну, у неё, наверное, всё есть. Ну, у неё же такой мужчина рядом. В результате, кто к ней подойдёт? Тот, кто вообще ни с чем не считается. Тот, кто закрывает машину на парковке и не оставляет. Приблизи, к которому абсолютно наплевать. Ему вообще на всё наплевать. Поэтому очень часто женщины красивые, но с низкой самооценкой, получают тот выбор, скажем, выбирают только из тех мужчин, которые на них обратили внимание, но сами не выдают никаких исходящих знаков, что мужчина нравится. Получается, что они ждут, пока их выберут. И всё время где-то так, в общем-то, по остаточному принципу. Вот это тоже про неуверенность в себе. Что делать, как говорится? Ну, я считаю, что, во-первых, нужно составить список из тех пунктов, которые у тебя вызывают тревогу. Например, написать 50 пунктов того, чего я избегаю. Я избегаю смотреть в глаза человеку, я избегаю на улице спросить, как проехать, я избегаю попросить о помощи, я избегаю сказать нет. Вот, нас составит список того, чего я избегаю, потому что обычно именно то, чего я избегаю, на самом деле, это именно то поле, где огромное количество моей энергии не реализуется. Именно это пространство блокируется. Именно это пространство будет мною управлять. То есть я буду делать всё остальное, лишь бы это не делать. В итоге какие-то важные вещи будут оставаться в стороне. Ну и второй важный момент, это вряд ли возможно сделать советом, нужно разобраться, когда были жизненные события, в которых человек отказался от своей силы. Когда были жизненные обстоятельства, когда человек решил, что он слабый, что он недостойный, что он недостаточно хорош для других. Тогда человек замыкается. Я всем рекомендую пробовать. Есть великолепная книга, Джо Диспенза написал, называется «Как изменить жизнь за 4 недели. Сила подсознания, как изменить жизнь за 4 недели». Ещё раз как автор. Джо Диспенза. Джо Диспенза. Да. «Как изменить жизнь за 4 недели или сила подсознания». Вот он даёт великолепный инструментарий по медитациям. Что такое медитация? Не надо бояться этого слова. Медитация обладает такой же силой, как и эриксоновский гипноз, регрессивный гипноз. То есть только человек это делает сам. Медитация позволяет человеку совместить электрический импульс, то есть силу мыслей, с магнитным импульсом, то есть с ощущениями. Когда мы это совмещаем и формируем в своём сознании ту картину, которую мы хотим иметь, и в неё погружаемся, оказывается, мы меняем систему, в которой существует. Например, есть система, в которой у девочки неудачная любовь, и, соответственно, у неё из-за этого плохое настроение. И вот она по кругу. Каждый раз, когда появляется мужчина, она ожидает, что опять будет неудача, что она опять, значит, не справится. И каждый раз, идя на это свидание, она знает, что, скорее всего, второго и третьего не будет. Или, например, как только возникнет интимная связь, дальше продолжения не будет. С какой же мыслью ей идти на свидание? Вот она с этой мыслью каждый раз, когда идёт, каждый раз это повторяется, потому что она этот импульс выдаёт. Ей нужно поменять модель. Она должна уходить со свидания с ощущением, что свидание прекрасное. Она приходит домой и медитирует. Вот в книжке написано, как это делать. Она должна прийти и войти в то состояние путём медитации, где она чувствует себя желанной, привлекательной и достаточно хорошей для самой себя. Когда она это будет делать, начинает меняться система. Программа «Лучшая в стране». Аннетта Орлова у нас в гостях. Мы поговорили про одну замечательную книгу. Скорее всего, вы уже сейчас посмотрели в интернете, сколько она стоит. Она продаётся, между прочим. Но не только этой книгой можно пополнить свою библиотеку. Правильно ведь? Да, и мало того, если в интернете просто набрать Джоди Спенза «Медитации», то там, причём хорошо читает Светлана Самойлова. Аудиокнига такая. Это аудиокнига. Там не даже не аудиокнига, там прямо готовые ролики «Медитации». Там есть ролик первая часть, вторая, третья, четвёртая. Джоди Спенза говорил о четырёх неделях «Медитации». И как раз там понедельно можно это найти. Я очень рекомендую ещё такую книгу. Она называется «Как победить застенчивость и достигать желаемого». Ну, просто великий, я не побоюсь такого громкого слова, психолог Филипп Зимбардо, который, наверное, самое большое количество исследований именно неуверенности в себе, застенчивости, провёл именно этот психолог. Он написал книгу, в которой очень много полезных советов, очень много конструктивного инструментария, да, в неё надо вникнуть. Практическая такая. Она практическая, но в неё надо вникать. Вот, Филипп Зимбардо «Как победить застенчивость». Ещё одну книгу очень рекомендую. Мигель Руис «Четыре соглашения». Эта книга, она очень духовная, имеется в виду направленная на наше духовное осмысление. Её такое некое видение, знаете, достаточно, наверное, южноамериканское, но очень полезное. Четыре соглашения. И в первую очередь там каждое соглашение это некий закон. Закон, например, один из законов, это не надо брать на себя то, что говорят другие люди о вас. Ярлыки, самонавешивающие. Потому что чаще всего их слово небезупречно. И когда человек что-то говорит, вот это уже я как бы так от себя скажу, любая наша фраза, любая наша речь всегда имеет некий мотив. И мы должны подмечать. Очень часто люди, которые привыкли быть очень жёсткими, говорят фразы и слова про нас, которые нас очень ранят. Они очень часто прикидываются и говорят, что ну я же всегда говорю правду. На самом деле вот это желание говорить правду очень часто связано с внутренней враждебностью личности. Они прикрываются правдой для того, чтобы ранить других, но делать это безнаказанно. Поэтому, когда вам кто-то говорит что-то очень неприятное, и вы как будто бы уменьшаетесь рядом с этим человеком, как будто бы зажимаетесь, потому что это принцип всего живого. Когда нам причиняют боль, мы уменьшаемся. Вы отследите. Если есть такие люди, рядом с которыми вы уменьшаетесь, вы должны вспомнить меня и страну ИФМ и сказать, что ага, этот человек отнимает у меня энергию, я буду думать, как сократить с ним общение. Ответ ему может быть простым. Сказать, слушай, вот то, что ты говоришь мне, мне не очень приятно, даже я бы сказала бы больно. А мне бы хотелось бы, чтобы ты как-то, в общем-то, немножко более заботливо относился к моим чувствам. Если человек говорит, ну я же всегда говорю правду, надо сказать, понимаешь, говорить правду это один навык. А готов ли ты эту правду еще и слышать? Потому что обычно те люди, которые ранят словами, они увлекаются тем, что они всем говорят правду, но сами слушать ее не хотят. И если вы чувствуете, что человек напирает, давит, и вы уменьшаетесь, опять же, вспоминаем страну ИФМ, делаем вдох и выдох, потому что агрессоры всегда стремятся, чтобы у нас сбилось дыхание. Если у нас сбилось дыхание, мы затаили. Дыхание – это детский паттерн от страха. Мы сразу слабеем. Поэтому мы делаем вдох-выдох, и мы вместо того, чтобы уменьшиться, потому что агрессор ждет, что мы уменьшимся, а значит, мы ослабеем. Мы берем и делаем, и наоборот, расправляем плечики, и смотрим на человека в глаза спокойно, не агрессивно, спокойно. И отвечаете агрессору не очень тихим и не громким голосом, а очень спокойным и чуть замедленным. Обычно это действует, и человек понимает, что вы его не боитесь. В процентах 70 он будет нейтрализован, он почувствует, что его стратегии на вас не давят. Анетта Орлова далее у нас не только нажимает кнопочки в красивом телефоне, но и рассказывает, как нам красиво жить. Мы с тобой поговорили об уверенности, о книгах хороших, но все же идет из детства. Ну да. Вот расскажи, как на примере собственных детей, как изначально запрограммировать человеку хорошую, правильную жизнь и высокую самооценку. Ну я, во-первых, хочу сказать, что здесь нет никаких рецептов, и точно мы должны понимать, что мы можем сделать то, что мы можем, но мы не всегда можем сделать все. Самооценка человека напрямую зависит от базовой черты характера, это тревожность. Если человек с высокой тревожностью родился, то сделать его уверенным в себе сложнее, чем если человек, например, абсолютно нетревожный. Давай так, сложнее, но можно. Можно, но сложнее. Как это определить? Например, у меня дочка, когда родилась, ей 5 лет, она спала всегда звездочкой на спинке, звездочкой. Видно, что человек уверен в себе, он ничего не боится. А сын ему 10, он всегда в позе эмбриона. То есть это говорит о том, что в базе у этого человека гораздо выше тревога. Соответственно, и подход у меня совершенно разный к двум детям. С точки зрения сына, мне надо его все время поддерживать, потому что он чувствительный. Вот из него точно хороший выйдет психолог и так далее. Он очень ориентирован на чувства других людей. Люди с высокой тревожностью всегда слишком ориентированы на чувства других людей. Они великолепны в помогающих профессиях, но с уверенностью у них может быть трудности. Был в помогающей профессии, приведи пример. Врач, социальный работник, педагог, психолог. Это те люди, которые готовы помогать, потому что для них важно эмоциональное состояние. Соучаствовать как-то. Дочка. У меня совсем другая с ней трудность. Мне надо неуверенность в ней выращивать, ее так много, а чтобы она уважала границы других людей, потому что она приходит на ту же самую площадку и устраивает там скандал, потому что у нее отняли какую-то игрушку. Когда я начинаю разбираться, оказывается, она пришла, увидела игрушку у мальчика, сначала ее забрала, а потом считает, что мальчик у нее отнял. Вот это тонкий момент. Для того, чтобы дети выросли уверенными, мне кажется, в первую очередь они должны знать, что у них есть право на ошибку. Это очень важно, потому что, когда мы требуем невероятно высоких результатов от своих детей и от самих себя в первую очередь, мы им загоняем в некий тупик. Они учатся, что они должны делать все идеально и лучше всех. В результате человек растет с этим ощущением, и он понимает, что он должен все время получать похвалу. И он в какой-то момент начинает зависеть от этой похвалы, и в итоге он бесконечно обслуживает вот эту потребность быть лучше всех. Это очень тяжело человеку. Он может стать лучше всех, ну или быть лучше всех в какой-то момент, но он станет для других неприятным, потому что ведь получается, что в попытках доказать, что он лучше всех, он будет снижать всем остальным самооценку. Будет ли у него все хорошо получаться? Не факт. Поэтому нам нужно уметь научить своего ребенка быть и лучше, быть один из, и быть порой иногда даже не самым лучшим, и при этом относиться к себе с любовью. То есть вне зависимости, то есть мы должны любить ребенка не за то, что он делает и какой результат он дает, и как он оправдывает наши с вами ожидания, а просто за то, что он такой, как есть. Тогда он будет достаточно хорош для себя. Это и есть принцип уверенности. Сейчас многие мамочки растрогались и обнимают своих детей. Большое спасибо, я говорю Аннету тебе за то, что пришла. С наступающим Новым годом. Анетта Орлова в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Друзья, чудесные пятницы и роскошных выходных. Спасибо. До новых встреч. Пока.